Девушки отдыхают Потому что я не знаю, сколько мы будем добираться до Вознесенской Из этих пробок Мишенька, ну как же я справлюсь одна Из-за того, что у меня сегодня вечером будут гости Мне надо приготовить ужин И вообще себя привести в порядок А тут по магазинам мотайся Мам, мы же не можем опоздать на свадьбу Тамары Григорьевны Мам, ну не надо, нечего обижаться У тебя есть своя машина Сама доедешь, все, пока Давайте быстро в машину Что творим? Ну-ка давай все на скамейку запасной Футболеры, быстро Мяч ловим Ноги убираем Ну вообще Что? К тещи боится опоздать на минуту А до меня вообще Дела нет Не волнуйтесь, Лариса Васильевна Мы вот-вот закончим Успеете за продуктами заехать Да при чем здесь продукты, Карин? Ну это так, предлог Я просто хотел увидеть сына Он ко мне уже неделями домой не приезжает Чем дальше, тем больше мы отдаляемся друг от друга Вот и все Ну что делать? У него семья Вот-вот, семья Во всем жена виновата, я знаю Вердит ему, как хочет А что ее мама? Говорят, замуж она выходит? Вот именно Выходит замуж в 50 лет первый раз Представляешь? Семейка Да А от кого же у нее дочь? Да кто же знает от кого? От проходинца какого-нибудь Знаешь, когда узнал, что она забеременела Тут же сбежал Вот и все Да Так Ну вот И все Ариночка Ну ты что, правда считаешь, что не надо было короче какого-то? Нет, нет, нет Вот это вот сбери Ага Ой, ну для кого же вы так прихорашиваетесь, Лариса Васильевна Наверное, на свидание собралась Моя дорогая Любой женщине хочется продлить свою молодость Даже если до нее уже никому нет дела Спасибо Ой, спасибо Ну что ж Прекрасная стрижка Прекрасная Карина Прекрасная работа Спасибо Спасибо тебе Пока Ну, наливай Не чести Кушайте, кушайте Кушайте Горько 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 Витюк, давай Ой, молодца Дорогая мама Ты мне всегда говорила, что если человек заслуживает счастье То оно к нему обязательно придет Вот и ты, наконец, нашла свое счастье И я тебе желаю, чтобы оно было прочным Валентина, ладно, давай, заканчивай Люди праздник хотят Не, правильно, Валек Ну, это, ну, что языком-то, честно? Народ танцевать хочет Давай, зажигай Зон О, молодежь Нормально все? Отлично Владимир, ты что скучаешь-то? Пошли это звать Мадам Разрешите Хорошо Ну, свадьба, на Один раз в жизни бывает У некоторых Давай, давай Придумай, Джа Степа Странные ребята Подозрительные Ну, почему странные? Почему подозрительные? Веселятся? Весь вопрос-то Отдыхают? Да Даня А вот и я Лариса, ну, где выходитесь? Я уже переживаю Ну, что ты, перестань Ну, задержалась На 10 минут Ты вещи себе выбрал Ну, там есть Симпатичный кардиган Один, а неплохие ботинки Ну, там такие цены Знаешь что? Давай, это будет Мои проблемы Пойдем пока же Лариса, спасибо Пойдем Пойдем, пойдем Пойдем Я же тебе не дарю Потом смуша отдашь Да? Договорились А ты чего скучаешь? Руслевер Давай за знакомство Да нет Извините Я водку не плю Да это что? Да не он Жены своей боится Подкаблучий Глянься Витюх Да не смущай ты Него Пусть себе Свою минералку Кулакай Пошли Пошли, Витюх Давай Вы меня обижаете Что у них шутки грубые Они ребята простые Дальнобойщики А Виктор мужик Надежный, добрый Я за ним как за камерой стеной Правда Ну Я не понял Ты чего вы делаете, а? Ты за кого? Замуж выклала, а? За него Или за меня? За тебя, за тебя Ну, наружу, а? Почему? Ой 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 Ну, я лучше Пацанов уведу Тем более им спать пора уже Пойдем 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 Пошли Пошли Пойдем 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 У нас Скоро Пойдем Союз Миша Человек Серьезный Ответственный Она вам не хозяйка А в конце концов У вас Своя Жизнь Ребята, у нас свадьба! Ура! Ну так что вместе пойдем. Мальчишек будить не хочется. Они вчера у мамы не выспались из-за шума. И потом я не уверена, что Лариса Васильевна будет рада меня видеть. Ну хорошо, я недолго. Гостиница от Тамары Григорьевны отдам, а я вернусь. Лариса Васильевна, слава Богу, вы пришли. Я голоден, как волк. Волк? А мама где? Мама в магазин пошла за продуктами. Ничего не понимаю. Вы, должно быть, Михаил. Добрый день, вы так быстро вернулись со свадьбы. Мы не ждали вас сегодня. Мы? Подождите, а вы вообще кто такой? Я Данила. А почему вся гостиная заставлена этими палками? Это не палки, это мольберты. Я вижу. А что, мама начала рисовать? Нет, вы не поняли. Это мои картины. Лариса Васильевна помогает молодым талантам. Вот она позволила мне временно устроить в гостиной мастерскую, но это временно. А чего же она мне про вас ничего не рассказывала, раз вы такой талант? Не могу знать, но вы можете пройти и сами убедиться. Пожалуйста, проходите. Вот это небо беременное дождем. Что с дождем? Вот это живопись? Это авангард. Вот это зависимость. Нет, ну это никуда не годится. Так дети рисуют в лифтах. Ваш покойный отец так никогда не сказал бы. Он был выдающимся искусствоведом и знатоком авангардной живописи. Даже странно, что его сын... Я не хотел бы обсуждать с вами своего отца. Да. Да, вы правы. Я... Я прошу прощения. Ну ладно. Ладно. Я маму дождаться не буду. Спешу. Передайте ей гостинцу. От тещи. Хорошо. Ну что, поедем? Поедем. Нет, ну дураку же ясно, что это вот пижона интересует только мамины деньги, которые зарабатываю, между прочим, я. Миш, ну у твоей мамы тоже есть право на личную жизнь. А если я перестану спонсировать вот эти богемные развлечения, вот тогда посмотрим, что станет с ее личной жизнью. Эта Альфонс тут же сбежит от нее. Не сомневайся. Да я не сомневаюсь. Только, может, нам лучше не стоит ссориться с твоей мамой? Зачем нам лишние скандалы с ней? Пусть живет, как знает. Как знает? Да этот живописец поселился в ее хоромах. Он устроил там мастерскую. У него, видите ли, нет своего жилья. А то, что мы с детьми на съемной квартире живем, это ничего. Нормально. Ну, успокойся. Скоро у нас тоже будет своя квартира. Кстати, Света с Эдиком в субботу празднует новоселье. Ты не забыв? Ага. Ну, придется тебе без меня на новоселье. Я послезавтра улетаю в Китай. Переговоры с поставщиками. Спасибо. Я не буду есть. Ну, что? Погуляем? С удовольствием. Куда пойдем? Туда. Пойду. Дань, ну что ты все молчишь? Тебе спектакль не понравился, да? Да, я вообще не люблю театр. О. В субботу будет концерт группы тюленей. Вот это будет круто. О. Тюлень. Я о них даже и не слышал. Наверное, любопытно, да? Что? Очень крутая группа. Жалко, только в субботу я не могу. Почему? Я буду сидеть со своими внуками. А мамочка им на что? Мамочка в гости пойдет. К своей подруге институтской. У них новоселье. А Миша улетел сегодня в командировку. Так что... То есть ей можно увеселиться, а вам, значит, нельзя? Ну нет, просто сын меня очень попросил, понимаешь? Чтобы я в субботу посидела с мальчиками. Но мне пришлось согласиться. Я не хочу с ним конфликтовать. Я и так уже поругалась с ним по телефону. Между прочим, из-за вашей встречи. Да-да. Просто они эгоисты, которые не желают признавать, что у вас должна быть своя жизнь. Вам самой-то не надоело, чтобы он к вещи относится? Дань, ну давай хотя бы сегодня не будем об этом, а? Такой прекрасный вечер. А спектакль, кстати, был очень хороший. Ты ничего не понимаешь. Я тебе потом все-все объясню. Ладно. Привет. Да, Ванюшка. Привет. Ну, добро пожаловать в наше новое гнездышко. Ничего себе гнездышко. Это скорее дворец. Ну, тут пока еще не все доделано. Главное, район подходящий. Оба мои магазины рядом, и не надо через весь город по этим пробкам добираться. Света. Поздравляю. Жалко, Мишка, не смог лететь. Хотели собраться в тесном, дружеском кругу. А вы больше никого не позвали? Есть один человек. Ну, может, ты теперь его и не узнаешь. Входи. Поверяйся. Поворачивайся. Юра. А, признала. Значит, ты никак уж сильно постарел. Да. Сколько мы, невинниц? Лет десять? Да. С тех пор, как ты ушел из института. Так, Эдик, пойдем на кухню. Поможем. Пойдем. Пойдем, конечно. Поговорите. Да. Представляешь, я вчера заезжаю на заправку, встречаюсь и она меня пригласила. Сказала, что ты здесь будешь. Ну, и что ты теперь юрист? А, да. Адвокат. И как? Нравится? Ну, по-разному бывает. А у тебя муж дипломат. Чего ты взял? Да, Эдик сказал, он в командировке. В Китае. Да нет, у него там переговоры с поставщиками. У Миши небольшая компания. Торгуют бытовой техникой. О, спасибо. Спасибо. Иди, 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 иди. Дети у вас, да? Да. Два мальчика по годке. У Паши шесть, а Славику пять. Сейчас тебе покажу. Вот. На днях снимала у мамы. Это Славка, это Пашка, а это Миша. Красавцы. Ну что, к столу? Да, да. Пойдем, пойдем, пойдем. Рад за тебя. Спасибо. Мальчики, чай готов к столу. Тихо, 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 тихо. Славик, ну что ты делаешь? Вот у тебя розетка стоит, прям как дикарь ешь. На, накладывай. А вот Димка из соседнего подъезда тоже так ест. Я его за это не ругаю. Да что ты говоришь? А мы вообще ручки-то помыли? Ой, забыл. Ой, ты. Сколько раньше мама говорила про руки дубина. Павлик, кто так разговаривает? Тебя что, мама научила ругаться? Нет, папа. Мама никогда не ругается. Ты зачем меня обманываешь? А ты зачем про маму плохо говоришь? Павлик, вернись. Павлик, вернись. Так, ну хорошо. Ешь, мой хороший мальчик. Давай, ешь. Ты ешь. Нет, я не буду. У меня руки грязные. У вас что, забастовка, что ли? Договорились? Славик. Ну и ходите, голодные. Да не волнуйся ты. Я же сказал, через полчаса будем. Я свекрови обещала, что вернусь к десяти. Она с детьми осталась. Не обещала, значит, вернешься. Прости, а что у тебя с личной жизнью? Да ничего. Работу не. Слушай, а почему ты ушел из института? Мы все в шоке были. Из тебя бы точно вышел хороший учитель. Ну, как сказать. Были причины. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста, помогите. Мужу плохо. Скоро никак не приедет. Пожалуйста. А где муж-то ваш? Он в парке. В парке на лавочке лежит. Поможете? Ну, давайте, садитесь. Ну, поможем. Скорей. Алло. Алло, да. Ну, наконец-то вспомнила. В больнице. А что случилось? А? Человеку плохо. Валь, а ты здесь при чем? Нет, почему? Я понимаю. Я все понимаю. Только если помнишь, что я обещала не задерживаться. Мне, между прочим, тоже могут быть свои дела. Да-да. Хорошо. Пока. Ну, слава богу, ничего серьезного. Видимо, просто давление подскочило. Все, пора ехать. Да не паникуй ты. Успеем. Не чествовался у подъезда. Такие банкеты? Не знаю. Я их вообще первый раз вижу. Ну, ладно. Спасибо тебе большое. Мне уже пора идти. Стой. Давайте-ка я тебя провожу. На всякий случай. Спасибо тебе большое, что проводила. Еще была очень рада увидеться. Да, я тоже. А, Валь, вот моя. Добрый вечер. То есть, доброй ночи? Доброй ночи. Валюш, а что ж ты кавалера держишь на лестнице? Зови его в дом. Лариса Васильевна, я пойду. А что так? Вы такой дорогой гость. Валечка из-за вас даже о детях забыла. Лариса Васильевна, мне же вам все объяснило. Угу. Я эту басню раз сто слышала. Ладно. Пока. 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 А вы детей вложили? Уж конечно К счастью, они давно уже спят Еще только не хватало, чтобы они увидели тебя в компанию ухажера Какой еще ухажер, Лариса Васильевна? Зачем вы устраиваете этот спектакль? Спектакль? Спектакль это как раз по твоей части Твоя жизнь с Михаилом сплошная спектакль Все эти годы ты только притворялась, что любишь Михаила Прекрасно устроились Живешь как сыр в масле Не работаешь на полном ежневении Вы же знаете, я не работаю из-за детей Перестань, если бы ты хотела помочь мужу Давно бы нашла работу и устроила детей в садик Я так и хотела сделать Но Миша был против Ну конечно же Мы же всегда соглашаемся с мужем Когда тебе это выгодно А Миша наивный думает, какая у него золотая жена И только он за порог Женушка ты сразу саду Хватит! Хватит, Лариса Васильевна Вы меня хотите грязью облить, да? Вы же меня возненавидели с самого первого дня Вы же так мечтали Женить Мишу на дочери банкира Ах, вот как ты думаешь на самом деле Интересно, интересно Ну что, ты значит считаешь, что я такая меркантильная? Нет, Миночка, ошибаешься Я просто вижу, как Миша крутится Работает за четверых У него минуты не свободны Я даже не помню, когда мы с ним говорили Это по душам в последний раз Да вас не это беспокоит, Лариса Васильевна Иначе вы бы так не старались Чтобы мы уехали из вашего дома Да и Миша вам нужен совсем не для того Чтобы по душам говорить А для чего же, Миша, мой сын? Ну, интересно А для того, чтобы спонсировал ваши развлечения с юными дарованиями Что? Да как ты смеешь это говорить? Ты вообще что себе позволяешь? Совсем уже стыд потеряла? Нахалка Так может вы со мной стыдом поделитесь? Ну, это уже слишком Запомнил меня Этого разговора Я тебе никогда не прощу И ноги моей в этом доме больше не будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Мама! Ой, Мишенька, сынок, приехал, привет Здравствуй, мама, здравствуй Как командировка? Да командировка-то хорошо, мама Ты чего скандал закатила, пока меня не было, а? Ну уж нет Это женушка твоя закатила Ей, видишь ли, странно Почему это мне не нравится Как моему сыну наставляют рога Ой, да перестань Мне Валя рассказала, что там произошло А ты веришь? Такой большой, такой наивный Я наблюдал за ними На лестнице Так и что же они делали? Обнимались? Целовались? Нет Ну что? Они смотрели друг на друга Я очень хорошо знаю этот взгляд Так смотрят только любовники Тебе-то не знать С твоей-то бурной жизнью, ага Здрасте, Алла Сергеевна Здрасте, Алла Сергеевна Здрасте, Алла Сергеевна Здрасте, Алла Сергеевна Домой пойдем поговорим А то столько ушей Пойдем, пойдем Иду, иду, мама, иду Мам, скажи, я тоже хочу кататься на самокате Ребята, на самокате дома кататься нельзя Я же объясняла Ух ты, а это кто? Это мои друзья по институту А зачем ты училась в институте? Что правило воспитывать детей Точно, для этого и училась Ну все, давайте пойдем Самокат надо убрать на место Миша, сынок Мам Ну пойми ты, наконец Если жена не любит мужа То обязательно начнутся измены А Валя тебя не любит Нет? Я это сердцем чувствую Своим материнским сердцем чувствую Может быть мы лучше о твоей личной жизни поговорим, а? Ну это же надо Завелась молодого любовника, а другим мораль читает Да что ж такое? Сколько же можно тебе говорить? Я тебе тысячу раз говорила Между мной и Данилой Нет ничего такого Мы с ним просто друзья Да ну? А что же этот мальчишка делает у тебя в доме? Что он просто творит? И ведет с тобой интеллектуальные беседы? Да, вот представь себе Просто творит И мы беседуем Мне с ним хотя бы не так одиноко Мама О каком одиночестве вообще идет речь? У тебя есть я У тебя есть внуки Знаешь что? Мне в последнее время кажется, что Ни внуки, ни сын Мною вообще не интересуются Ой, мам, ну хватит Ну чего ты завела тебе? Шарманку Хватит Ты вообще когда-нибудь думал Как я живу? Каково мне В этой пустой квартире Неделями сидеть одно и ждать Когда кто-нибудь обо мне вспомнит Когда жив был твой отец К вам каждый вечер приходили люди Вы ходили по театрам, по выставкам Совершенно была какая-то другая интересная жизнь А сейчас что, Миш? Пустота Но я так не могу Я просто не привыкла к этому Мне плохо, Миш Мне просто плохо, понимаешь? Ну конечно Ну да, и вот, вот, вот он Вот он явился, спаситель Наш юный живописец Знаешь что? Во всяком случае Это единственный человек Которого интересует моя жизнь Да не жизнью твоей он интересуется А развлечениями да подарками Которые получает благодаря тебе Ну все, хватит Мы прямо сговорились Ага Ты его совершенно не знаешь Да и не собираюсь И поэтому не можешь так говорить И не собираюсь его знать ближе Ну вот и не надо Вот и не буду Так все, хватит Ладно, мам Мне пора Ну вот Уже уходишь Вот именно об этом я и говорил Ну, мам Меня ждут в офисе Деньги буду зарабатывать Да и вот еще Мам, пожалуйста Найди общий язык с Валей Нет, любить ее я тебя не заставляю Не надо Ну какие-то приличия над соблюдать Я с ней говорил Я с ней говорил Она готова помириться Что? Да Готова Вот, спасибо ей большое После того, что произошло в субботу Это невозможно Угу Так и передай Хорошо Знаешь, мам Береги себя Угу До свидания, мам Счастливо, мой мир Счастливо 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 Да, алло Что? Когда это произошло? Хорошо Хорошо, я сейчас приеду Миш Ты чего? Ночью пожар у нас в кладе был Серьезно? Не знаю, насколько серьезно Там наш товар лежал Все сгорело Давай, давай, жилье Похоже, было замыкание проводки Так пожарные говорят По страховке получим копейки А на счетах у нас ничего не осталось Все деньги ушли На закупку А у нас В пепель превратился Ну что, значит И долги по кредитам Гасить будет не из чего, да? Само собой Продавать-то нам теперь нечего А если перекредитоваться Под новую закупку? Миш У нас так просрочка по опыту Если до конца месяца Не выплатим хотя бы половину Можем попасть на судебные иски А это совсем не хорошо Ну, чего? Как выкручиваться будем, Берес? Не знаю Если бы у нас были деньги На новую закупку Значит, у нас остается один вариант Пустить в ход свои собственные сбережения Значит, это те деньги, которые на квартиру копил И что? Стариться банкротом? И идти под суд? Ну, машину придется тоже продавать Крис, что такое? Опять сердце? Так, немного Слушай, давай я заранусь сяду И отвезу тебя до больницы Не надо, в больницу Все проходит Давай отвези мне домой Пойдем Валя Привет Привет А ты здесь откуда? А я с клиентом встречался У него в офис на соседнем улице Хочешь, тебя подвезу? Да нет, я тут недалеко жив Ну что? Чего с пакетами тащиться? Поехали У тебя все хорошо? Думаешь, проблемы на работе Ну что, я думаю, все наладится Ром, тут до метро два шага Выйди на проспект и сразу направо Я помню Спасибо Давай, до завтра Миша Может подняться помогу? Да не волнуйся, все в порядке Ты смотри только Вальке Не проговорись насчет сердца, ладно? Ладно Да, Евгений Аркадьевич, я получил ваше исковое заявление Там нужно будет кое-что подправить Ну что там? Да все сгорело Ничего, не переживай Парни где? К соседям пошли с Димой поиграть Ты только им ничего не говори Ну что-то, конечно, не скажу Я передохну немного Ахм... Ахм... Миша, ну что ты тут один? Пойдем, я уже стол накрыл Миша Валь, нам нужно поговорить Пойдем Лучше бы вам помириться с невесткой, Лариса Васильевна Зачем нужны лишние проблемы? Ну уж нет У меня тоже есть свои принципы Она меня оскорбила Вы ей тоже наговорили всякого? То, что сказала я, это правда А вот она меня оболгала Да нет Никакого мира у меня с ней быть не может Только учтите, Лариса Васильевна Что теперь она на вас еще больше обозлилась И ваши родственники нам спокойно жить не дадут Угу Они ведь любого готовы Заподозрить во всякой гадости и мерзости Им не дано понять, что между людьми могут быть Высокие платонические отношения Глубокая духовная связь Вот, вот, вот Именно это я пытался объяснить Мише Но он мне не верит Да потому что он вас не слушает Он слушает только свою женушку А она уж ее напела И еще она поет Не сомневаюсь Ну что же мне делать? Смириться с ней избежно Ну, сейчас Мне, скорее всего, придется отсюда уехать Потому что не собираюсь ни перед кем унижаться Мне как раз предложили работу в дизайнерском бюро Так что смогу снимать квартиру Дань, ты что такое говоришь-то? Ну, что ты такое говоришь? Ну, о ком я буду забыть? Ларисочка Васильевна Ну, что же делать, если вашему сыну наплевать на то, что его родная мать страдает от одиночества? Я понимаю, у него дружная семья, дети Да какая там семья? Я тебе уже говорила У Валентина наверняка есть роман на стороне Только слушает он не вас, а ее Вот если бы он убедился в том, что она ему изменяет Тогда занялся бы решением своей проблемы Но ваше бы я ведь перестал Ну, как же у нее тогда Раскрыть ему глаза на это? Это уж вам видней Вы же мать Думайте, Валерий Санасьевич Не думайте Ну, в общем, другого выхода нет Все, что мы скопили на квартиру, придется отдать в счет банковского долга Что делать, раз так судьба повернулась? Долги надо отдавать Ну, что, все наладится Главное, чтобы компания начала работать нормально А там возьмем ипотеку, выкрутимся Конечно, выкрутимся Но это же не трагедия, а так неприятности Я к маме поеду Ей ведь тоже нужно все рассказать Прямо сейчас? Может, ты сначала поешь? Не хочется Ешь без меня Ну, ладно Пока Ну, теперь считай, что я нищий Ну, ладно, перестань Временные трудности Надеюсь Ну, смотри Больше такие деньги, какие я давал тебе раньше Я давать не смогу Ну, только не надо меня пугать Миш, не нравишься ты мне Какой-то ты бледный Чай хочешь? Мам, посмотри, пожалуйста, на фотографию Ну? Не его ли ты случайно видела тогда с Валей? Ну, да он, конечно, он Ты уверена? Абсолютно Я же его тогда внимательно рассмотрела Нет, здесь он, конечно, моложе Но не узнать его нельзя Миш А где ты взял эту фотографию? Ну, я случайно откнулся Получается, что они с этим типом вместе рассматривали альбом Когда он к нам приходил То есть, как это приходил? Он что, был у вас дома? Да Сегодня Как далеко-то зашло Значит, когда тебя нет К Валентине приходят другие мужчины Да нет, мам Ничего, ничего Валя мне не рассказывала Просто мы случайно пресеклись с ним в подъезде Ну, потом нашел фотографию Ну, и сообразил, что и как Подожди, подожди, подожди А где дети были? Когда она его принимала, они что, были дома? Да нет Дети Дети были в другой квартире Они игрались у соседей Тем хуже А Я надеюсь, ты теперь понимаешь, что я была права насчет Валентины? Это не просто интрижка Это длительные отношения Еще с института Да? Да Ну, что ж тогда она за меня пошла, а не за него? Не знаю Может быть, она тогда подумала, что это более выгодная партия Но теперь, Миш Когда у тебя такие финансовые трудности Я думаю, она может легко изменить свое мнение И я не удивлюсь Если у нее уже есть запасной аэродром Думаешь? Да Уверена Ладно, Миш Развод Это еще не самое страшное в жизни Страшно жить с женщиной, которая тебя обманывает Погоди, мам Какой развод? У нас дети Дети? А ты уверен, что растишь своих детей? М? Да что ты делаешь? Я же тебя не так учил О, точно! Давай в небо запустим! Кстати, давай Вертушка! Я вам сколько раз говорила Нельзя на подоконник вставать Это опасно А мы самолетики запускали А когда мы летчиками станем Мы тоже так полетим Летчики Давайте обедать А между прочим По данным британских биологов Каждый четвертый мужчина в мире Растит детей от любовников своей жены Вот вы с Валентиной какие? Шатены, да? Да И Славка, кстати, тоже А Павлик? Какой-то он не наш Тебе не кажется? Ну, не наши породы Все, мама Хватит уже, а, на сегодня Просто боишься узнать всю правду Правду Как же я теперь узнать-то? Миш, а ты помнишь Кедрова? Кедрова Это доктор, что ли? Который в больнице работает? Ну, да, да, да Он не просто доктор, а Он руководитель отделением генетических исследований Вот Вот бы тебе с Павликом Пойти туда и сдать анализ ГНК А через несколько дней Все стало бы известно Ну, и что же Пашке-то скажу? Куда мы пошли? Тоже мне проблема Все мальчишки любят тайны Скажешь, это ваш секрет от мамы И он будет молчать? А? Ну что? Ну, вообще-то Пашка Он держать умеет Если пообещает что-то, то не проболтается Ну что, Миша Пойду поспорить Я бы пошла Здравствуйте Здравствуйте Кедров у себя? Он вас ждет? Конечно Тогда проходите Я очень тронут, Лариса Васильевна Что вы обо мне вспомнили Я бесконечно уважал вашего мужа И моя дочь тоже Спасибо Ведь это он сделал из Юленьки художника А, кстати, а как сейчас поживает Юлечка? Непросто Серьезная живопись продается не очень хорошо Тем более, когда у художника нет громкого имени О, это мне очень хорошо известно Молодым талантам сейчас очень трудно А как ваш Миша? Миша Вот именно по поводу Миши я и пришла к вам, Борис Витальевич У него все плохо И в бизнесе, и в личной жизни В личной жизни? Он удачно женат, у него двое детей, кажется Ты что? Это только видимость благополучного брака А на самом деле Знаете, Борис Витальевич Его жена оказалась не такой, как мы себе ее представляли Ну, в общем, как говорится, в тихом омуте все черти водятся От Миши ей нужны только деньги Но это бы ничего Она изменяет ему И уже даже не скрываю Приводит любовников к себе домой И все это видят Ну, какой позор А у Миши как будто пелена какая-то на глазах Ничего не хочет замечать Не зря говорят Любовь слепа Вот Вот я и хочу, чтобы вы, Борис Витальевич Помогли ему, так сказать, прозреть Я? Ну, каким образом? Видите ли У меня большое подозрение, что старший сын Миши Павлик, Павлик Нет, не от него Я убедила его Сделать анализ ДНК на предмет отцовства А, так вот в чем была ваша просьба Конечно, пусть приходят с мальчиком Хоть завтра Процедура элементарная Результаты будут дня через два Да, 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 это я знаю Но если вдруг результат покажет, что Павлик его сын, тогда что? Ну, тогда можно Мишу только поздравить С чем поздравить? С тем, что он так останется в плену этой дурной женщины? Ну, я тут ничем не могу помочь Можете Борис Витальевич, можете Мне Миша не верит Что Ну, что она его обманывает Но Если он увидит медицинский документ, подтверждающий это, то Что-то я не пойму, к чему вы клоните Подмена анализа ДНК Ларисы Васильевны Это же подлог Миш Что-то случилось Ты меня любишь? Что за вопрос? Ну, конечно, люблю Я же все обдумала Ваш лаборанты принесут результат анализа Вы напишите свое заключение И передадите его Мише Вот и все Но вы же главный Не будут же ваши подчиненные проверять то, что вы написали Нет, это невозможно Это прямой обман Нарушение врачебной этики Борис Витальевич Ну, я вас умоляю Ну, я прошу вас ради памяти Моего покойного мужа Господи Если бы он только знал Во что эта дрянь превратила жизнь моего Миши Как эта дрянь Унижает его Растаптывает его жизнь Он бы с ума сошел От горя И он бы согласился, что С этим обманом Лишь бы только избавить Мишеньку От этого ужасного брака Ну что вы, Лариса Васильевна Миша Ну что вы Лариса Васильевна Успокойтесь Вы и правда думаете, что Михаил разведется Если дышит Будто сын ему неродной Во всяком случае Это Единственный шанс Чтобы спасти Мишу Я, конечно, технически Мог бы Осуществить вашу просьбу Это бесчестно Не наша вина Что в этом мире Очень трудно выжить Руководствуясь одной Лишь честностью Да, совсем забыла Вы говорили, что у Юрички Большие проблемы Я вас очень прошу Передайте, пожалуйста От вдовы Ее любимого учителя С наилучшими Пожеланиями Пожалуйста Мне нужно подумать Давайте Спасибо И простите меня Надеюсь, вы понимаете Чувства матери Почему папа Он с нами не поехал Он же обещал с нами погулять Папа, какие-то дела По работе А он же говорил, что Они будут пока на работу ходить Он говорил, что Он не будет ходить каждый день Как раньше Сегодня у него какая-то встреча И папа с Пашкой куда-то ездили А меня с собой не взяли Мы с ней объяснили Мы ездили за подарком Сюрприз тебе хотели сделать А подарок так не отдали Ну потерпи На день рождения дадим Еще папа С нами футбол Не ходит играть Ну ничего Давай мяч Я с вами поиграю Догоняйте Эй Эй Здравствуйте Здравствуйте Мне нужно получить результат анализов Ваша фамилия Градипов Зайдите к доктору Кедрову Хорошо Спасибо Миша, извините, что пришлось На неделю отложить нашу встречу Уезжал в Берлин на конференцию Вчера вот вернулся Посмотрел ваши результаты Ну что там? Я с большим уважением Относился к вашему папе Поэтому мне вдвойне Неприятно сообщать вам Плохие новости Но У Павлика Другой Биологический отец Какой другой? Ну Мы усновить это не можем Если только Родной отец Павлика Сам к нам не придет Одно очевидно Павлик родился не от вас У вас ДНК не совпадают Погодите У вас Официальное заключение имеется? Да, конечно Слушайте, я уже все изложил Я все равно здесь ничего не понимаю Я вам советую не отчаиваться И подходить ко всему философски Кстати, британские Врачи утверждают Что каждый десятый мужчина Воспитывает ребенка Зачатого От любовной кишины Да Но мама говорила Что каждый четвертый Статистика бывает разной Суть одна Никто не застрахован От обмана Да Конечно Да Мам Я только что от Кедрова Нам нужно поговорить У нас все где-то Миш Но какие доказательства Тебе еще нужны? По-моему, все совершенно ясно Нельзя оставаться С такой женщиной Как Валентина Ты еще молод, Миш Ну ты еще найдешь свое счастье В конце концов Лидочка Опять свободна Лидочка? Ну твоя бывшая Лидочка А Она опять развелась Мне Каринка сказала Моя парикмахерша Лидочка у нее тоже стрижется Что-то ты про всех знаешь, а? Мишенька, вот я и думаю Почему бы тебе не попробовать Возобновить с ней отношения? Ну такая прелестная женщина Как она мне нравилась Кстати, ее папа Может решить все твои финансовые проблемы Ну да, конечно Заодно и твои По всякому случае Я считаю, что единственно достойным ответом На поведение Валентины Может быть только развод Ну А как же Славка-то? Или ты хочешь сказать, что и он мне не родной сын? Нет Не хочу сказать Со Славкой ты можешь общаться и после развода Кстати, и помогать ему Что совершенно естественно А вот когда Славка вырастет Он и сам поймет Что тебя заставило уйти из семьи Нет Нет Я сначала должен поговорить с Валей А уж потом что-то решать О чем ты собираешься с ней поговорить? Она все равно не скажет тебе правду До конца будет изворачиваться Посмотрим, мама Посмотрим Да поверь ты мне, Миша Ну нельзя склеить разбитую чашку Там все равно останется трещина Понимаешь? Да люблю я ее Пойми ты уже, а Да какая любовь? Это иллюзия, а не любовь Той Вали, которую ты любил, уже нет Ну пора уже начать новую жизнь Испарилась И залгалась твоя Валя Вот и все Мальчик, что с тобой, Миша, 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 Миша Быстрей, быстрей, быстрей Лариса Васильевна, что случилось? Лариса Васильевна, что случилось с Мишей? Что случилось с Мишей? До сих пор не могу поверить, а? Вот так вот в одночасье уйти Это в 36 лет-то, а? Ну, Нина, конечно, конечно, Мишка переживала за бизнес Садись Скоро Эдик со Светой придут Эдик? Валя, а может я тогда лучше сразу скажу? Ну, чтобы с глазом на глаз Скажи что? Ну Не, ну, я понимаю, сейчас Сейчас время не самое подходящее, но Я насчет финансовых вопросов Мишки Компания была небольшая Товарооборот мизерный А после пожара вообще ничего не осталось Ни денег, ни товара Не, ну, долги, конечно, он себе погасил За счет тех денег, которые он на квартиру скопил Да, я все это знаю Это к чему? Ну, понимаешь, компании теперь как бы нет Не, ну, бумага, конечно, она есть А, как бы Разумнее будет ликвидировать И от меня что требуется? Ну, твое согласие Ну, если ты не против, конечно А все юридические вопросы я беру на себя Я не против Спасибо Ладно, я пойду Ну, ты разве не останешься? Нет У меня встреча с новым работодателем Извини Не спишь? Нет А я тоже не хочу А папа совсем никогда не вернется? Нет, наверное Мама говорила, оттуда уже обратно нельзя прилететь А зачем он улетал? Его забрали Потому что он был самый добрый и самый смелый Оттуда забирают самых лучших А почему них здесь не оставляют? Мама же объяснила Они должны следить за небом Чтобы не падали самолеты и космические корабли А наш папа все равно вернется Он там немножко побудет А потом вернется От папа никогда не плакал И нам нельзя Валечка Ирина Олеговна Ирина Олеговна Валечка Я поговорить заехала Насчет квартиры Вы хотите плату повысить? Да нет, что ты Теперь за такие деньги сдать удача Тогда в чем же дело? Да Костик мой женится на днях Да, вы говорили Ну я-то ведь как хотела Молодые пока со мной поживут Ну, чтобы доход от второй квартиры не терять Ну я же не знала, что Катя того Чего того? Ну, того самого Седьмой месяц уже А меня хоть бы кто предупредил? Молодежь, а? Ну что теперь с ними делать? Ребеночек скоро Отдельная жилплощадь нужна Такой мы с вами договор Договор у нас с тобой истекает через месяц Продлевать надо А я не могу Вы хотите, чтобы я съехала? Да разве я хочу, Валюша? Я понимаю, что у тебя несчастье Двое деток Но у нас обстоятельства Ты поживи месяц, конечно Имеешь право А потом Извини Я не пойду наверх Знаю, что там все в порядке Все хорошо Да, я поняла вас Прости меня, ладно? Не обижайся Угу Я обдумала твою просьбу Да ну и что же Прости, но я не могу согласиться на то, чтобы мы опять жили вместе Ничего хорошего из этого не ведет Я же прошу меня, не совсем Только на время, пока не наилу работу и новую квартиру Вряд ли ты так бы со мной говорила, если бы у тебя были права на мою жилплощадь Но, к счастью, у тебя их нет Я единственная владельца этой квартиры Ты там даже не прописана Да, вы об этом сразу позаботились Вы даже внуков своих не захотели прописать Ну, ты же понимаешь, почему Иначе ты бы настояла на том, чтобы жить вместе с детьми в моей квартире А так Закон на моей стороне И ни к чему ты меня принудить не можешь Принудить? Вас нужно принуждать, чтобы помочь внукам? От внуков своих я не отказываюсь И с радостью приму их А вот свои проблемы Решай сама Да, и позвони, когда обдумаешь мое предложение А мы к бабушке Ларисе поедем? Нет, к бабушке Томе А почему не к бабушке Ларисе? Она что, нас не любит? Нет Бабушка нас любит Просто ей сейчас очень плохо Но это пройдет Скоро? Не знаю Ну, ладно, идите Поиграйте в другой комнате Местец и Света надо поговорить Ну, может, не надо им вознесенск, а? Ведь Лариса Васильевна согласна их взять Ну, уж нет Я уеду, они останутся А потом свекровь им будет рассказывать, что я их бросила Я же чувствую, что она их хочет у меня отнять Была бы вот хоть какая-нибудь зацепка с квартирой И Юрка бы помог Юрка? Ну, конечно, он же юрист И ради тебя в лепешку забьется Это еще с чего? Слушай, ну я же видела, как он на тебя смотрел на нашим новоселье Десять лет пролетели, а чувства не прошли Какие еще чувства? А ты думаешь, почему он тогда из института ушел? Чтоб тебя забыть? Да, видно, не получилось Да ну, Свет, перестань Погоди, а ты правда ни о чем не догадывалась? Он же пытался за тобой ухаживать на втором курсе Не помню Я уже тогда встречалась с Мишей Ну, вот именно Я ему тогда об этом и сказала Даже не думал Ой, жених у нее Ты так сказала? Так и сказала Он мне сам признался, что любит тебя Когда узнал, что ты в невясть-то ходишь Ну, тут он и подался из педагогов-юриста Ну, вот как-то так, Валюша Ну, вот Три минуты До московского автобуса А ты все нын Опоздаем, опоздаем, опоздаем Ничего не опоздаем У меня все в ажуре Вить, ну, что ты такой сердитый? Не рад, что Валь приезжает? Что не рад? Рад Рад и счастлив Просто дом-то не резиновый На гостей целая рава Вот как дочка приезжает Так тебе сразу места нет А своих дружков чуть каждый вечер готов принимать Слушай, ты моих дружков не троша Я с ними в таких передрягах побывал Тебе даже и не снилось Сейчас будет тебе Мамушка, 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 дай Мамушка, дай Она откучилась Откучилась она Давай, давай Мои хорошие Ну, как же я соскучилась Мои хорошие Добро пожаловать на выселки Здравствуйте, Виктор Максимович Здрасте. Так, ну, где, какие? Да, вот эти оба. Вот эти, да? Да, так. Хорошо. Давай, закрывай шаг. Так, ну, пошли. А вы теперь наш новый дедушка? Там видно будет. Мальвец. Ну, пошли к Воронкову. Леночка, да он просто бредит твоей галереей. Ну, правда. Только я слышу, ах, ельницкая, ах, ельницкая. Ах, если бы я мог у нее выставляться, правда. Ну, над же, какой сентиментальный мальчик. Леночка, ну, ты обязательно должна посмотреть его картины. Ну, правда, в нем что-то есть, повинь. А почему тебя так волнует судьба этого юноши, м? Ох, господи. Ну, просто, ну, кто-то же должен помогать начинающим художникам. Ну, вот как сказал поэт. Талантам надо помогать бездарности пробьются сами. Да чушь все это. И одна бездарность не достигает больших высот самостоятельно. Чего стоит бездарность без протекции? Лен, ну, я тебя очень прошу. Ну, это же ничего тебе не будет стоить. Ну, какое-то ободряющее слово. Ну, вот и все. Ну, хорошо. Только ради тебя. Спасибо тебе. Сейчас посмотрю. Не раньше следующей недели. Ты чего не спишь? Смотрю на небо. Может, папа меня оттуда увидит. Конечно, он тебя видит. Смотри. Видишь, самолет огоньками мигает? Ага. Это папа посылает тебе привет. Спасибо. Ваша соседка Клавдия Анатольевна рассказала мне про вас в общих чертах. Только я не думал, что вы такая молодая. Это плохо, Леонид Тимофеевич. Наоборот. Очень хорошо. Преподавателям в возрасте бывает сложнее найти общий язык со старшеклассниками. Вы ведь в старших классах хотите преподавать? Да, английский язык. Это моя специальность. Очень хорошая специальность. А у нас как раз вакансия по вашему предмету. Так что пишите заявление о приеме. Спасибо. На работу в школу устроилась. Детей в сад отдала. Да? А как она? Ну, вроде нормально. Конечно, нормально. Сейчас будет в этой дыре мариноваться. Знаешь, всякое лучше, чем для Ларисы Васильевны унижаться. Нет. Надо было в столице оставаться. Если сейчас пацанам в школу отдавать, куда она их поведет? В ту же шарашку, что ее взяли? Я ей то же самое тогда говорила, когда она везде сент собиралась. Странная она. Непробивная. Ты, Телентик, приешь и стынет. Телентик, приема. Роберт Бернст этим стихотворением поддерживает французскую революцию. Ярый противник войны, поэт считал, что только война народа за собственную свободу может быть оправдана. Дерево свободы – это аллегория, с помощью которой поэт выражает основную идею. Люди, вкусившие плод этого дерева, познали вкус вольной жизни. Оля – это хорошо. На воле жизни. Виктор Максимович, что случилось? А тут такая история. Тут корешей встретил за углом. У них сушняк после вчерашнего. А они пустые, и я тоже. А я-то здесь при чем? Слушай, выручи. Тайна похмел. У меня нет с собой денег. Валюх. В них нищих. В них нищих. Я вас прошу, немедленно уйти отсюда. Это школа, а не винный магазин. Вот, значит, ты как с родственниками, да? Ладно. Зайдем с самого конца. Эй, молодежь, не стимитесь мне, а? Кто сколько может? Я там. Честное слово, не базар. А? Ну? Я требую, чтобы вы немедленно ушли отсюда. А? Какая училка у вас строгая и животная. Ну, скидывайтесь, давайте по кругу. Ну, ну. Не стесняйтесь, а я спою. Холодное пиво. Пенится в кружке. Денежки, монетки. Вы, мои подружки. Что здесь происходит? Леонид Тимофеевич, я... Да вы не волнуйтесь. Это не грабеж, не мокруха. Так, небольшая семейная сцена. Ничего не понимаю. Кто вы такой? Я? Вы, вы! Да я, можно сказать, к дочке загляну. Проверить хотел, узнать. Как ей? О новой работе. А меня гонят. Стрешей. Как теляку с периловки. Что это было? Кто это? Поздравляю, Ларочка. Как там говорится? Талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами. Так вот вы... Бездарность, молодой человек. Лина. Я понятия не имею, чем могу вам помочь. Лина. Разве что... Я советую. Найдите себе другую профессию. Какую, не знаю. Я не биржа труда. Хотя... С вашей внешностью Нужно вообще не работать. Ах, вот как. Спасибо тебе большое, Леночка. Большое человеческое спасибо. Да не за что. Данечка, собирай картинки, и я тебя жду в машине. Всего доброго, подруга. Вызывали, Леонид Тимофеевич. Проходите, проходите, пожалуйста. Присядьте, Валентина Сергеевна. Как вы понимаете, я не мог оставить без внимания то, что случилось на прошлой неделе. Леонид Тимофеевич, этого больше не повторится. Сомневаюсь. Я навел справки о вашем отчиме. Оказывается, у него две судимости. Какие еще судимости? Одна за пьяную драку, в которую он покалечился бутыльником. А вторая вообще за вооруженный грабеж. Я этого не знала. Он в нашем доме совсем недавно, и мама ничего такого о нем не говорила. Да я-то готов вам поверить, Валентина Сергеевна. Только дело вот в чем. Эта история уже вышла за рамки школы. Один из учеников заснял пьяную выходку вашего отчима на мобильный телефон и выложил в интернет. Вчера уже по этому поводу меня вызывало начальство на ковер. И что же теперь? Приказано навести жесткий порядок в школе. Так что я вынужден просить вас написать заявление об уходе. Но так же нельзя. Не разобравшись, разве ваше начальство этого не понимает? Валентина Сергеевна, разговор окончен. А сейчас, пожалуйста, извините меня. Через две минуты у меня педсовет. Валюш, ну, ты на Виктора не сорчай. Мужик, но он добрый. Ну, он только с виду хулиган. Он, если ты знала, что он уголовник, зачем ты выходила за него замуж? Ну, сидел. Было дело. Между прочим, у нас половина мужиков сидели. Вот, судили-то его зря. Одни накрались или? А его крайне сделали. Но ведь это же из-за него меня с работы уволили. Валюш, ну, не останешься без работы. Пойдем. У меня подруга, она директор библиотеки. Я к ней схожу, поговорю. Так что все нормально будет. Не расстраивайся. Вот. О, кто к нам пришел? Салют спонсорам творческой молодежи. Угу. И вам не хворать. Ты что, выпил, что ли? Я профессию поменял. Да ты что? На какую? Пойдем на алкоголик. Это видно. Молодец. Молодец. Непризнанный гений на свалке истории. А-а-а. Все, не можешь забыть разговор с Леницкой. Нет. Нет. В этом городе больше ловить нечего. Меня здесь никто не понимает. Вообще никто не понимает. Я бы за границу уехал. А денег нет. Угу. И за границей полно таких непризнанных талантов. Так что... Мне кажется, ты от меня хочешь поскорее сбежать. Оставить меня одну. Да, Даня? У? У вас есть внуки, Лариса Васильевна. Я же тебе говорила, Баря увезла их с собой. Хотя и просили. Предлагала, чтобы они пожили у меня. Ой, ну, конечно. То есть вы у нас ни в чем не виноваты вообще, да? Это Валентина. Коварный, злобный монстр, который и над вами издевался, и мужу она изменяла, да? А что, это неправда? Барис Осина, ну, пораскиньте мозгами. Ну, если бы у нее реально был роман с этим однокурсником, ну, зачем ей уезжать отсюда, когда она овдовела? Она бы просто переехала к любовнику, и все. Да я не могу об этом думать, понимаешь? Зачем ты мне об этом говоришь? Я не знаю, я не знаю, просто настроение какое-то, какое-то дурацкое. Мне это, в принципе, вообще по барабану. Я пойду. Пойду. Если вы и вправду хотите, чтобы я остался, придумайте, как мне помочь. пока от ваших связей толку никакого. И не разочарование. Каролиня. Каролиня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что там? Кажется, кажется. Может, пойдем посмотрим, что там? Давай. Ну что, застыли? Полицию вызываете? Э, вот это лишнее. А то я знаю, как оно бывает. Витюха накуролесил, а нам отвечай, на кой нам эти неприятности? А если я его насмерть, мне что, теперь бега подаваться? Не гони лошадей. Витюх-то, может, еще живой. В больничку его надо. А если спросят, что, где, скажем, что, мол, сам по пьянке навернулся. Во. А Степан, выходит, человека спас. Так ему что, подсот? Она с ним по старой памяти прессовать. Не, блин. А? Ты же врач, посмотри, что с ним. Пульс есть. Ага. Что за травма? Может, сотрясение, а может и... Так это, а как же теперь? Надо же скорую вызывать. Подожди. Так, Степан, ну-ка давай быстро за машиной. Увезем его в районную больницу, а там я договорюсь. Ну что там? Вроде не страшно, сказали, сотрясение средней тяжести. Ой, слава богу, Степану Андреевичу не будет неприятностей. Чего? Степана тебе жалко? А мужу моего, значит, не жалко. Молодец. Хорошо, еще без полиции обошлось. А то бы точно дело завели. Опять бы Виктора в оборот взяли. Мам, ты мне предлагаешь после всего пожалеть его? Да ты сама-то подумай. Он же пострадал, ему же опять сидеть пришлось бы. Известно, как нас к судимым относятся. Ладно, пойдем. Мам, ты извини, но я тебя не понимаю. Он же вчера на твоих глазах чуть не убил меня. Твои. Никого бы он не убил, втрощал только. Он человек-то добрый. Ничего себе добрый. С ножом на меня кидался. Ну, пошаливает у него нервы. Что ж, это особенно, когда выпьет. После отсидки началось, ведь сам рассказывал. В тюрьме это жизнь не сахар. Может, его надо было в санаторий держать, а не в тюремной камере? Проходимец, самый настоящий. Ой, проходимец. Проходимец был твой отец. Сначала вечной любви клялся. Подженимся говорил. Как только узнал, что я тебя вынашу, так сразу избежал. А вот Витя, настоящий мужик. Надежный. И если бы ты ему под руку не полезла, вот этих неприятностей бы у нас не было. Мам, да помнись. Неужели этот уголовник дороже тебе, чем я? Чем внуки? Да что ж такое говоришь-то, дочка? Вы мне все дороги. Вот Витя сейчас поправится, выйдет из больницы. Мы по-семейному поговорим. Ну, я уверена, что вы помиритесь. И душа в душу зажим. И до каких пор эта чудесная жизнь будет продолжаться? Да и у вас следующий пьянки. Валюша, дочка, да подожди, ты не так все поняла. Валя, Валечка, ну подожди, Валюша. Ну, ну что ты, ну. Ну, я же тебе хочу что объяснить. Все ты не так понимаешь. Ну, мой хороший, ну я тебя очень люблю. Я вот как чувствовала, что в Вознесенске у тебя будут неприятности. Сразу надо было соглашаться с нами жить. Что значит перед Эдиком будет неудобно? Ты знаешь, как он меня ругал, что я тебя тогда не уговорила? Валя, все, не дури. Завтра же приезжаешь к нам. Все, договорились. Целую. Пока. Здрасте. Леночка. А? Да я уж думала, ты не появишься. Прости, пробки. Я уезжаю, меня ждут в министерстве. А опаздывать я не люблю. В отличие от тебя. Леночка, я займу у тебя ровно одну минуту. Я не понимаю, неужели все нельзя было обсудить по телефону? Ну, нельзя. Я не хотела, чтобы наш разговор слышал Даню. Это что? Опять за него что-то просить пришла? Я же тебе уже высказала свое мнение. И не собираюсь его менять. Да нет. Я пришла не за этим. У меня к тебе деловое предложение. Я слушаю. Видишь ли, от мужа мне остались две ранее гравюры Колесникова. Ну, он их подарил Саше лет 20 назад, когда еще не был знаменитым художником. Ну, сейчас-то он мировая знаменитость. И ты что, решила продать подарок мужу? Лен, мне очень нужны деньги. Нет, и потом я подумала, было бы гораздо лучше, если бы эти работы висели у тебя в галерее. И на них бы смотрели посетителей. Да нет, ну, Ларочка, ну что ты. Ну, для галереи он простоват. Ну, я бы взяла его, повесила где-нибудь на даче, в столовой. Ну, я бы его повесила. Короче. Пять тысяч долларов за обе. Это Колесников для тебя простоватно? Ну, Лен, ты меня, конечно, прости. Я начинаю сомневаться в твоем вкусе. Даже так? Ну, тогда найди себе другого покупателя. Ну, что, приехали? Так. Скверно как-то вышло. Да. Из-за этого Виктора мама как будто подменила. Ребятки, не балуемся. Давай, давай. Иду. Ты видишь, куда уже убежали? Так, пошли. Опа. Идем. Но ты на матери креста не ставь. Образумится она еще. Спасибо вам большое за все. А мы опять в Москву? Опять. Зачем тогда мы сюда приезжали? Нам нужно было навестить бабушку. А мы теперь к бабушке Ларисе? Нет, ты к тете Свете. Все-таки здорово, Валюша, что ты решила к нам перебраться. Я в жизни так вкусно не ел, как в эту неделю. Ну, ты жену-то не обижай. Света тоже отлично готовит. Да ладно, не смущайся. Я всегда знала, что ты лучший в мире кулинар. Вот жалко, что у меня продуктовые магазины, а не какой-нибудь пятизвездочный ресторан. Я бы тебя поваром взял туда готовить прямо. Ну, уж нет. Я хочу работать по специальности. А зачем тебе вообще работать? С бизнесом у меня все в порядке. Я всех могу обеспечить. Сидела бы дома, помогала бы Светке. И вкусняшку бы все-таки уготовила. Ну. Ну, что же я вас на шее, что ли, буду сидеть? Нет, так не пойдет. А может нам к Ольге Петровне обратиться? Вдруг она поможет. А кто это? Светкина знакомая, заведующая детсадом. Я еще в институте у нее практику проходила. Отличная тетка. А теперь это отличная тетка. Еще и наша соседка. Она-то вот тут вот в двух кварталах от нас живет. Ага. Правда. Давай я ей позвоню. Попросим взять тебе воспитательницы. И мальчишек в этот же детский сад устроим. Даже не знаю. Детский сад, это же не школа. Там дети совсем маленькие. Боюсь, что я не справлюсь. Боишься? Чего боишься? Ты со своими справляешься? С этими не сможешь, что ли? Нет, на самом деле, послушай, идея отличная. Место хорошее. К тому же близко всего там 10 минут ходьбы. Ну, конечно, соглашайся. Кофейку. Кофейку. Фирменного. Да. Ну что ж, фирменного так фирменного. Я ей тоже кое-что, между прочим, умею. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-хааа. Субтитры создавал DimaTorzok Вот если бы вы у нас работали, тогда были бы основания мальчиков ваших мне очередь взять Так я и хочу у вас работать, Ольга Петровна Света ведь вам говорила? Да, только вопрос работы сложный Думаете, не справлюсь? Ну, конечно, мне не приходилось в детском саду работать Блин, не в этом дело, просто у меня вот ни одной сейчас вот ставки нет Все места воспитателей заняты Ну, значит, не судьба Вот если бы месяца через два-три у нас Рита Филимоненко в декрет пойдет А я бы вас на ее место оформила Спасибо вам, конечно, Ольга Петровна Но два-три месяца это очень долго Мне работа срочно нужна Так что спасибо вам, я пойду Подождите, подождите Есть один вариант Ну, не знаю, пойдете ли вы на него Нам уборщица требуется Вот если вы согласитесь А там и место воспитателей освободиться А? Да Да, я согласна Ну и в ладошке Лариса Васильевна Да, да Лариса, ну, я очень прошу, просто сосредоточьтесь На мне, пожалуйста, сосредоточьтесь Вы закрываетесь все время и ниточка вот эта рвется между нами У меня ничего не получается, вы понимаете, у меня рука не идет по полотну Ну, что с вами такое? Я бы тебя с сыном вспомнили А я о нем никогда не забывала Дань, прости меня, правда Ну, не могу я сегодня позировать Ну, не могу Прости Вот Вот такой взгляд мне нужен Вот он, держите, держите Это идеально Это идеально Ой, наполненный какой Это ерунда какая-то получилась Ну, ни черта не получается Ельницкая была права, я пестер Опять Ельницкая? Да что ж такое, Дань? А что? Ничего Ничего Ничего, да? Ну, да Ничего Ничего Да нет, Дань Мне нравится Ну, иди сюда Иди, иди Смотри Губы мои Овал лица мой Я действительно похожа Посмотри Одно лицо Данечка Ты просто устал Ты не можешь адекватно Оценивать свою работу Ну, правда Она похожа на меня Ну, копия А? Да И тебе И мне Надо просто развеяться Отдохнуть Ну, давай Сходим на выставку Что ли Какую-нибудь В галерее Пойдем? Вы правы Что-то есть Похоже Да есть Но я же так просто Не буду говорить Правда? Ну, я пойду Вызывать такси Да Стоп, а почему такси? А что с вашей машиной? Я ее продала Дань, ну, ты же знаешь От Миши не осталось ничего А нам с тобой надо как-то жить Ну, вот я и кручусь То есть у нас сейчас финансовый кризис? Да Кризис А дальше что, Лариса Васильевна? Квартиру продавать придется? Ну, ну, ну Я думаю, до этого не дойдет Дань Давай не будем о плохом Переодевайся Господи Простите, пожалуйста Ой А это ты у нас, что ли? Новая уборщица с высшим образованием Я Вчера оформилась Да Да тебе с такой внешностью Фотомодели идти надо А не полы здесь драить Тебя звать-то как? Валя А меня Люда Пищеблоком здесь заведую Очень приятно Ладно, увидимся Слышишь? А пойдем ко мне чайку попьем С порошками Спасибо, я обязательно зайду Только с коридором закончу Да ладно Бросать ты ту швабру Господи К нам все равно Эта инспекция В конце месяца приезжает Пойдем Ты знаешь Замечательная выставка Я читал, что это Самая лучшая выставка В городе Спасибо тебе, Наташа За то, что ты меня сюда привела Неплохая композиция А все-таки хорошо Что мы сюда с тобой выбрались Правда? Панкратов говорит Что здесь собраны Самые лучшие Современные художники Вот это? Угу А вы не просили Панкратова Посмотреть мои картины? Это бесполезно Ты же знаешь Панкратов любит Только громкие имена Естественно Ну что? Тебе не нравится совсем? Ну здорово же Угу Гениально Не то, что Моя бездарная мазня Дань Ты опять Ну хочешь Мы уйдем отсюда Лариса Васильевна Вам нравится? Наслаждайтесь шедевром Пойдем по куре, ладно? Угу Угу Да, Валь Тяжелая у тебя судьба Ну ничего Зато пацаны Отдушины У меня детей нет Ты пирожки-то ешь Спасибо большое Я не голодная Но парочку возьму Для мальчишек Да ну чего парочку Сейчас подожди пакет Все забирай Тебе Все Передашь ребятам Скажешь от меня Держи Спасибо Ой Так ты Ты одна живешь? Одна Но мужья мои все живые Все трое Как это трое? Вот так это Я же три раза замужем была Но всех своих мужиков За двери сама выставляла Ну что Знаешь Не тот нынче мужик Пошел, Валь Одни проблемы от них Да Грустная у тебя философия Грустная Зато правдивая Ладно Я Наверное Пойду уже Мне пора Спасибо Ваня Ты Заходи Если что Нам бабам Вместе держаться надо Жизнь сейчас Тяжелая Надеяться Не на кого Хорошо Спасибо тебе Ну давай Антонова Здравствуйте А Данила Верно Ну и Как ваши дела? Какие Творческие планы? Вы издеваетесь? Какими мне могут быть творческие планы После вашего приговора? Вот думаю Куда лучше податься В магазин охранникам Или в кафе официантам? Зачем же так мрачно? Ну мало ли что я вам наговорила В тот раз Если честно Я даже не помню подробностей Я могу напомнить Вы сказали Что я бездарность И что мне лучше Сменить профессию Ах да Знаете Мне в тот день Уже снашили новые туфли Поэтому Вряд ли я была Объектива То есть То есть я Я не безнадежен? Мы обсудим этот вопрос В конце недели В каком-нибудь ресторанчике Позвоните мне В пятницу вечером Разумеется Я угощаю Да Конечно Я с удовольствием Если это не сон Да Только Не надо рассказывать О нашей встрече Ларисе Она такая Нитина Еще начнет ревновать У нас Лариса Васильевна Исключительно Дружеские отношения Ничего больше Неужели? Учтите молодой человек Я не такая скромная Как она До встречи Я позвоню Света Ты чего Мужа не встречаешь? Свет Я пирожные Принес Твои любимые Свет Свет звонил И сказал Что задерживается У портнихи Привет Привет У меня как раз Ужин почти готов Да я в курсе Этот роскошнейший запах С первого этажа Слушай Светка Совсем про меня позабыла Ты вот меня С работы встречаешь Ужином кормишь Я уж не знаю Кто тут моя жена Ты не говори Ты глупости Ну да Слушай А может у нее Появился кто-нибудь Может она мне Рога наставляет Если она так поступает Мы с тобой Полное право имеем Это что Неудачная шутка Ну да Шутка Шутка А если не шутка Мне всегда нравились Такие женщины Как ты Если бы я встретил раньше Я бы непременно женился Ты понимаешь Светка Она хорошая Она Только в ней нет Такой изюминки Какой-то Изюминки будешь Из пирога выговаривать Сильная женщина Ох сильная Не люблю Когда наглеют Что дальше делать будем Светке расскажешь Вообще-то надо бы Ох мне вот эти вот Ваши бабские базары Ох вот это вот Может ты еще скажешь Что я жену не люблю Свою Ты не любишь Свою жену А может и люблю Только одно другому Не мешает Все Хватит Хватит Прекратили этот Идиотский разговор Давай прекратим И забудем Тебе ведь тоже Не нужны конфликты В этом доме Ты же хочешь Чтоб все осталось Так как прежде Как прежде Все останется Если ты не будешь Распускать руки Я клянусь тебе Пойду переоденусь У вас все в порядке Да Спасибо Я много думала о вас После нашей первой встречи И о Ваших картинах тоже Пожалуй Я была Не права Когда Говорила о них Так резко Если вы думаете Что я сержусь на вас То вы ошибаетесь Невозможно Сердиться на такую Очаровательную женщину Вы перестанете Уверенно Приклинали меня Последними словами Ну Вас можно понять Но я смогу Загладить свою вину Вы слышали Обе анализа Современного искусства В Барселоне Само собой У них через две недели Открытие Именно И моя галерея Будет в ней участвовать Думаю В экспозицию Стоит включить Стоит включить Ваши работы Пора ознакомить Европу С восходящей звездой Авангард Это вы обомнили Да ну какая из меня звезда Запомните Молодой человек Звезды Зажигаются Тогда Когда это Нужно тем Кто решает Кому быть Звездами Нет Конечно Я буду счастлив Если мои картины Поедут в Барселону Не только Ваши картины Вы тоже Туда поедете Вместе со мной В таком случае Я предлагаю тост За ваше удивительное предложение Прекрасное вино А по-моему Вино здесь Отвратительное Но у меня дома Есть другого Намного лучше Так что Предлагаю поехать Ко мне Обсудим Детали нашего Сотрудничества Алло Да, тетя Алла Это я Ну все Я все собрала Скоро буду Да, давай Ага Все Пока Сотрудничества Привет, тетя Алла Привет, Люда Принесла Принесла Ну принесла Как обычно Да Людмила, подожди А ты что здесь? У тебя же смена Да А ты козельный продукт Из детсада принесла Ой А ты что, таможня у нас? Нет, не таможня Но я все видела Перестыдеть меня решила А ты знаешь Жизнь какая А жизнь тяжелая А зарплата маленькая Хорошо еще вон Тетка Выручает Так это ты тетки ворованную На продажу носишь? Семейный бизнес Валюши Ну давай по-хорошему Ты мне мешать не будешь А я твоим ребятам Продукты буду носить Людмила, ну как тебе не совесть? Ты же воруешь у детей Как такое вообще Можно продать? А ты что, хочешь Меня директору сдать? Валя Она же меня уволит Она же меня по статье попрет Ну Валечка Что я делать тогда буду? Ну не ломай ты мне жизнь Ладно На этот раз промолчу Но если я еще раз Тебя на воровстве поймаю Тогда не проси Тоже мне Святоша нашлась Тетя Ал Пока Это дядя Эдик с Тетей Да, все Ложите спать Мать, привет Ты один, а Света где? А она в деревне ночевать осталась У матери У нее день рождения Что-то затянулся Ну а мне вот завтра Надо пораньше с рабочими встречаться Будем расширять торговлю площади Тогда я разогрей тебе ужин Позвольте Ну не хватит Как ужин Ну зачем? Хватит ломаться Руки Руки Ты же обещал А? Сядь поговорим Сядь Сядь Хорошо Мне значит руки распускать нельзя Это мы осуждаем Жить тебе здесь можно И считать при этом, что ты никому Ничего не должна Тебе можно, а мне нельзя Это нормально Это мой дом Я Дал тебе крышу над головой Ну подумай сама Могла бы ты найти такое уютное местечко На свою зарплату Уборщица Я с тобой расплачусь Не сомневайся Как только смогу Нет Расплатиться она Нет Нет, Валюша, пора отвечать Не мою доброту Ладно, я тебе не нравлюсь Ты о детях подумай О детях Куда ты с ними денешься Со своей крошкой Назвольфлотой А? А? Ничего, ничего Тебе еще не нравится А я вам не помешаю А ты же у мамы хотела остаться Придумала Ну спать пойду Утомился? Ну конечно, ты сейчас, Найди-ка, все будешь валить Света, ты же сама все видела 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 Скажи, а ты давно это все придумала? Как здорово получается У меня детей нет Никогда не будет А Эдик детей любит Вот ты и решилась, да? Света, в своем уме Ну давай сейчас позовем Эдика Чего он там прячется? Пусть он придет сюда и скажет нам вдвоем в глаза Да он мне все же рассказал У него баба вешается У него баба вешается У меня с детьми на улице сред ночи не выглядишь Нет. Ну, завтра уходи. Да. Да выхожу уже, выхожу. Да иду, иду, иду уже, иду. Даня. Лариса Васильевна. А ты куда собрался? Ну, вообще-то это мое личное дело. Ну, мы же контракт с вами не заключали, согласно которому это уже торча здесь безвылазно, правда? Так что пока. Подожди, подожди, подожди. Так, не поступай. Лариса Васильевна. Давай, обрежу человеческий. Лариса Васильевна. Вперед, вперед. Лариса Васильевна. Даня. А где картины? Я вывез их в другое место. Еще утром. Ты хотел сбежать? Не предупредив меня? Лариса Васильевна, я благодарен вам за все хорошее, что вы сделали для меня. Ну, сейчас я хочу начать новую жизнь, понимаете? Я хочу пробиться в большое искусство. Вы мне, к сожалению, в этом помочь не можете. А другие могут. А кто? Это интересно. Другие? Да это не имеет значения. Пожалуйста, сейчас давайте пожелаем друг другу удачи и... Мы расстанемся без обид. Без обид? Хорошо. Пошел вон. Вон отсюда. Программа. Программу. Вон отсюда. Чего? Хорошо, через две недели приеду, перезвоню. Да, хорошо. Сейчас, секунду. Ты хочешь быть звездой? Не опоздай. Имеи это в виду. Садись. Все, договорились. Перезвоню, прилечу. Пока. Продолжение следует. Вы можете валерьяночки накапать. Я уже пила сегодня. Мне помогает. Чтобы Светлана так со своей лучшей подругой обошлась, у меня просто в голове не укладывается. Не поймите, Ольга Петровна, я ведь ни в чем не виновата, честное слово. Вы что, тоже мне не верите? Да может, и не поверила бы, если бы сама не знала, какой этот этик конченый бабник. А вам это откуда известно? Ой, Валюша, на мир ты тесен. Я ведь в эти магазины каждый день хожу. В те самые, где я иди к хозяину. Всех продавщиц знаю. Мне сто раз рассказывали, что он ни одну юбку не пропускает. Все девочки, которые у него работают, все через него прошли. А Светке вы об этом говорили? Да нет, не смогла. Пожалела ей. Кто же мне теперь с мальчишками? Даже приночевать негде. Да я бы тебя к себе взяла. Да мы сами вчетверо в двух комнатах. Ладно, не отчаивайся. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Жить пока будешь здесь. Где здесь? Да вон, в комнате отдыха. Только смотри, чтоб тише воды и ниже травы. И с семи утра, чтоб ни одного следа там не было. Да, я поняла. А вещи, вещи твои мы в моем кабинете припрячем. Спасибо. Мы с вами пока поживем здесь. И поиграем в игру. А в какую игру? В разведчиков. А что делать надо? Здесь у нас с вами будет ночной штаб. Про это никто не должен знать. Рано утром в семь часов подъем. Аккуратно застилаем кровати и быстро отсюда уходим, чтобы нас никто не видел. И о том, что мы здесь ночуем, никому ни слова. А кто выдаст, тот предатель, да? Точно. Мы не выдадим. Конечно. Вы же настоящие разведчики. Ну все. Давайте будем спать. Я что звонила-то, Зина? У нас тут в детсаде такое происходит. У нас бамы же с детьми и ночуют. Гастарбайтеры. Да. Ну так я что подумала-то? У тебя вроде как свояк в опеке работает. Ну, пусть придут, проверят. Знаешь, Зим, все-таки дети. Угу. Да, это самое, Зина. Только ты не говори, что я сказала, ладно? Ну все, ага. Давай, пока. У вас все в порядке? Может быть, вам помочь? Субтитры сделал DimaTorzok Пашка, вставай Славик, пора просыпаться Уже семь? Половина девятого Ничего страшного Я специально вам дала сегодня поспать побольше Суббота же, сегодня все равно никто сюда не придет Ну что, прятаться не нужно? Так не интересно Пойдемте умываться Ну вот, Нина Витальевна А вы говорили, ложный вызов Да уж Управление опеки и подключительства Сядьте Посидите, пока Лариса Васильевна Лариса Васильевна Вы слышите меня? Да, да Вы понимаете, что с вами произошло? Вам стало плохо на улице Вы потеряли сознание Прохожие вызвали скорую И вы оказались в нашей больнице Я понимаю Я Лукинин Евгений Григорьевич Ваш лечащий врач Мне нужно знать Кому сообщить, что вы здесь Ваши близкие наверняка о вас беспокоятся Похоже, у меня никого Больше нет Так, значит, вы с детьми Прописаны в Вознесенске Да, я же сказала Моей мамы А здесь зарегистрированы временно По адресу проживания друзей Да, это здесь недалеко Только вот фактически Вы у них не проживаете И ночуете с малолетними Детьми где попало? Да нет же Просто так вышло Понимаете, мы с подругой повздорили А, то есть с хозяевами квартиры У вас отношения конфликтные Скандалы, небось, бывают, да? Драки пьяные А дети, значит, все это наблюдают Да что вы такое говорите? Я вообще не пью Ну это мы еще выясним Пьете вы? Или, может быть, наркотики употребляете? Ой Ну что, партизаны? Не партизаны Мы разведчики Что делать будем? А что здесь можно поделать? Мать не может обеспечить детям Надлежащие условия содержания Им приходится ночевать в общественных местах Я считаю, что детей с такой родительницей Оставлять нельзя Значит, приют Да выяснение Да что вы такое делаете? Вы что, у меня детей отбираете? Мы не отбираем У вас их временно и заманим Потому что отберут у вас их или нет И ты супер Сюда! Верните мне эти деньги Она еще и драк выстроила Милитариум Вы знаете, полицию? Глаза бы мои тебя не видели Из-за тебя же спалились, дура А чего дура? И почему из-за меня-то? Да если бы ты бы ногу не подвернула Насминты не догнали бы Я тебя как учила? Если мусора на хвосте Сразу выкидывать краденый лопатник В мусорку В кусты В помойку Пусть арестовывают Доказывают При тебе-то ничего нет А тут с поличным взяли Ну, Мань, как ты не понимаешь? Ну там же такие деньжищи были Ну как? Как я могла их выбросить, а? Ну и где теперь эти деньжищи? А где мы? Ну ты чё вялая такая? Следак прессанул? Ничего не понимаю Это ты за Пекин на меня заявление написал И чё предъявляет? Говорит, что я на него нападала Побой наносила Мой совет тебе, сестрёнка Если ты ни одной ходки не делала Сразу пиши признательной Это с какой ещё стать? Да с такой Если чистосердечное подмахнёшь Может, пожалеют По административке пропустят, а не по уголовке А ты ему врезал-то куда? Кому? Ну это, ему не за Пеки Куда ты ему врезала? Да никуда я ему не врезала Ну так, толкнула Ну слегка Они же детей у меня забирали Вот теперь про детей подумай Не забирайся Права не качай Проси очную ставку с потерпевшим Покайся перед ним Он же ненормальный Ему же нравится издеваться над людьми А мне так кажется Он очень нормальный Но он просто грамотно тебя развёл Понимаешь? Он денег хочет Какие деньги? Что с меня взять-то? Что, прям совсем нечего? Юрий Михайлович, меня с вами? Нет, Олег Андреевич, ждите здесь Я сейчас к следователю за вашими показаниями Потом поеду в прокуратуру Хорошо К мужчинам К мужчинам Спасибо Валя Ну вот, сейчас вам лучше поспать Алисочка Алиса Пожалуйста, принесите мне Листок бумаги Ручку И конверт Вы что, письмо собрались писать? Да Вам нельзя Вы можете из-за этого разволноваться Мне это необходимо Прошу вас Ладно, принесу Спасибо Не пойму, как тебе удалось меня вытащить? Юрий Михайлович, так, что там? Олег Андреевич, вы не волнуйтесь Всё в порядке Езжайте домой, я вам позвоню В прокуратуру позже поедем Хорошо Понятно? Да Ну, допустим, Мухин Мой старый приятель по юридическому факультету И что, он просто так взял и закрыл дело? Дело не закрыто Поэтому с тебя взяли подписку Значит, ещё могут задержать Ну, это вряд ли Мухин же понял, что заявление сотрудника опеки Это полная туфта Медицинской справки он не предоставил Свидетельница его показания провергла Зачем он вообще всё это устроил? Ну, с нервами у человека не всё в порядке Мухин сказал, что он и раньше жаловался Как будто на него кто-то напал и сбил А ни один факт не подтвердился Псих, что ли? Ну, типа того Ты знаешь, если бы не твоя ночёвка в детском саду Тебя вообще бы задерживать не стали Ну, Пашку со Славиком вывезли в приют Что с ними теперь? Валя! Ворвёмся, садись в машину, поехали Теперь я осталась совсем одна И единственный человек в этом мире, кому я могу исповедаться Это ты, Валя Я действительно думала, что, женившись на тебе Михаил совершил ошибку Мне казалось, что с другой женщиной он был бы счастливее Но дело не только в этом Я была уверена, что это из-за тебя Сын уделяет мне всё меньше внимания Становится мне как будто чужим Я чувствовала себя очень одинокой И считала, что в этом виновата Тоже ты В конце концов, я Решилась на ужасную подлость На страшный обман Я сделала так, чтобы Миша перестал считать Павлика Своим ребёнком Но добившись этого Я потеряла сына Я даже не сразу осознала, что его смерть – это и моя вина И только теперь понимаю, как подло поступила и с тобой, и с внуками, и с Мишей Судьба не зря меня наказывает Мне прощения нет Но я всё-таки прошу тебя Прости меня Прости хотя бы После Моей смерти Это здесь Между прочим, я не обязана обсуждать с вами рабочие вопросы в свой законный выходной день Это вообще какое-то чудо, что вы заставили меня сегодня в воскресенье здесь на рабочем месте Простите, но у меня забрали детей Ну и что? Ну и что? Забрали Ну извините, мамочка Но всё по закону Был установлен факт о содержании детей в ненадлежащих условиях Ну, соответственно, мы их направили в приют И теперь наша задача – направить иск О лишении вас, моя хорошая, родительских прав Татьяна Фёдоровна Ну уж понимаете, что если дело дойдёт до суда, то всё равно всем станет ясно Что нет никаких оснований лишать мою подзащитную родительских прав Посмотрите на неё Образцовая мать А увезти детей из квартиры, где они, между прочим, были зарегистрированы, ей пришлось не по своей вине Ну это ещё надо доказать по своей вине, не по своей вине А мы докажем Это ещё не всё Хочу заметить, что в момент изъятия детей моей подзащитной вашим сотрудникам были допущены грубые нарушения Какие нарушения? Нет, подождите, какие такие нарушения? Я что-то не пойму, вы что под меня копаете? Минуточку, сейчас я вам всё покажу, у нас всё задокументировано Вот, пожалуйста, дети были отправлены в приют на основании акта, подписанного, между прочим, главой районной администрации Вот ознакомьтесь Ну тут не было никакого акта, когда их забирали, их просто взяли и увезли Так, этот акт был составлен сегодня, задним числом Детей забрали вчера, хотя их не должны были разлучать с матерью, пока глава районной администрации не подпишет акт об их изъятии Да, действительно, сегодняшним числом Ну это, извините, не моя вина, это недоработка Сироткина Вот, а ещё этот ваш Сироткин подал заявление в полицию, на мою подзащитную, где грубый исказил факт и выдвинул лживое обвинение Да знаю я, что этот Сироткин скандалист, прости господи, вот где он у меня уже сидит Не знаю, как его уволить, повода Весомого нет Так, может, теперь повод появился? Вы, конечно, можете подать иск на мою подзащитную, мы, в свою очередь, подадим встречный По факту превышения вашим инспектором должностных полномочий, а также по факту клеветы с его стороны Только зачем вам эти скандалы и разбирательства? Да, всё же можно решить мирно, полюбовно Татьяна Фёдова Разрешение получили, теперь привет за пацанами Только вот дальше думаешь, никуда Как куда? Ко мне? К тебе А у тебя есть другие варианты? Спасибо тебе, конечно, большое, но мне как-то неудобно Нормально У меня большая квартира, места всем хватит Поехали? Поехали! Ну вот, решил узнать, всё ли у вас в порядке Всё хорошо, не волнуйтесь Ну, тогда завтра Да, у... Мне к вам просьба Пожалуйста, передайте это письмо Что это? Письмо моё Прощальное Как это прощальное? Как это прощальное? Да У вас был инфаркт Но ведь всё обошлось Похоронное настроение нам ни к чему Пожалуйста, я вас очень прошу Ну, если со мной что-то произойдёт Передайте это письмо моей невестке Невестке? Да В вдове моего покойного сына Здесь телефон Фамилия Пожалуйста Ну, вот говорили, что Родственников у вас не осталось Нет Нет, Лариса Васильевна Никаких прощальных писем у нас не будет А я вас очень прошу Послушайте, Лариса Васильевна Я не самый плохой кардиолог И больница у нас не самая плохая Так что умереть мы вам не дадим А невестке ваша я позвоню и попрошу её, чтобы она вас навестила Вряд ли она захочет сюда прийти А если я всё-таки попробую с ней поговорить? Делайте что хотите Да всё у нас нормально, тётя Клава Паша со Славиком в тот же детский сад ходят Я оттуда ушла В колледж устроилась работать Где живём? У моего адвоката Давай-давай-давай, соберись Чё, испугался? Давай читай, ты же все буквы давно знаешь Ничего не испугался Сейчас всё у него получится Правда, Слав? Давай Слушай Я Я Играюсь С кошкой Мама Дома А папа Ушёл Я жду Когда Он вернётся Молодец Чё? Привет Дядя Юра, ты такой же учитель, как мама? Да нет, я адвокат А это как? Ну, как-как, я людей защищаю Давай садись А бандитов? По-всякому бывает А ты? Я пешком, моя ученица тут недалеко живёт Хорошо Ну, мы с пацанами по городу покатаемся Отметим Славкину успехи Как у тебя это получается? Я сколько ни билась, не могла его заставить читать А ты... Научил Спасибо Ну, мы-нибудь поехали Пссс Псс 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проходите, пожалуйста Спасибо Спасибо Я уж не знаю, что произошло между вами и Ларисой Васильевной Но она меня уверяла, что вы даже и слышать о ней не захотите Так что я не сразу рискнул с вами встретиться И все-таки пришли Поймите, Лариса Васильевна больна, серьезно больна Конечно, случается, что люди и после инфаркта сто лет живут Но это не про нее Сердце очень изношено Боюсь, она недолго протянет Ну что вы от меня хотите? Не я хочу Она хочет Хочет увидеть внуков Побыть рядом хотя бы напоследок И с вами Хочет увидеться Только Сама Вот об этом вряд ли решится попросить Какой адрес вашей больницы? Ларису Васильевну уже выписали Позавчера Так что она Дома Дядя Юра, где твоя жена? Какая жена? Нет, нет жены Значит, ты раньше жил один? Скучно, наверное, было Ой, ужасно скучно А надо было приходить в гости Да? А я адреса не знаю А, ну тогда понятно Парни, у меня идея У вас же футбольный мяч старый? Да Так пойдемте новый покупать Да Лариса Васильевна А ведь я чуть Не умерла Валюша Да, я знаю, что с вами случилось Нет Этого ты знать не можешь Этого тебе доктор Не мог рассказать Вы о чем? Не знаю, как тебе объяснить Ну, в общем После того, как я выжила Ты знаешь, у меня как будто пелена упала с глаз Ну, и что же вы увидели? Жизнь у Алеши свою я увидела И то, что я с ней Отворила И сколько горя принесла Самым близким людям Ты что сделала, но того не исправишь Я понимаю Ты никогда меня не простишь Ты еще не знаю Я не знаю Только я тебя очень прошу Позволь мне Хоть иногда Видеться с внуками Вы скучаете по ним? Что бы ты ни думала Я всегда их любила И Пашу, и Славка И с тобой бы Я так бы хотела Помириться Но Если бы это было возможно Мне казалось, я бы зненавидела вас на всю жизнь Но теперь Я думаю, что возможно это не так И в конце концов Вы потеряли единственного сына Ваечка Если бы ты знала, как страшно Снаться совсем она Сына потеряла Здоровья нет Сил ни на что нет Но это не важно Это не важно Мне душа болит постоянно И у меня все время Молит Душа За вас А сын За все За все Алечка, прости меня Пожалуйста Я Я Я бы так хотела, чтобы Ты переехала сюда с мальчиками Чтобы жили как прежде Я не буду вам мешать Только приезжайте Я не могу Позже Хорошо, хорошо, хорошо Я потом Мам, ну мы не хотим к бабушке ехать И Славка тоже Это еще почему? Мы хотим остаться у дяди Юры Придется приехать к бабушке Она попала в беду Ей очень нужна наша помощь А давай мы пока останемся у дяди Юры А ты пока поживешь у бабушки Не говори глупостей Дядя Юра, ну скажи ей Ты что же не хочешь, чтобы мы уезжали? Не хочу Но маму нужно слушать Она права Бабушку нельзя бросать Я буду к вам приезжать А вы ко мне Честно? Честнее не бывает Дядя Юра никогда не верится Давайте Садитесь в машину И пристегнуться не забудьте Хорошо Валь Ты уверена? Может ты сможешь ее простить Я не знаю Да, наверное смогу Все-таки мальчики Они не чужие Ну поехали Ладно Пойди поспи Пойди Алло Да, дядя Клава Мама? Когда это произошло? Да, я еду прямо сейчас Что случилось, Валь? Мама в больницу попала Боже Из-за Виктора Боже Мама в больнице Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Человек, как-никак. Ну, не знаю. Уснула. Пошли, Славик. А мы куда, за мамой? Уснаешь. Пойдем. Тихо, тихо, тихо. Полегче, полегче. Поставь тихо только. Паша! Славик! Ну, что же это такое? Алло! Малечка! Мальчишки пропали. Я спала. Я спала. Мальчишки пропали. Мальчик. Я спала. Мальчик! Мальчик. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...